Продолжение следует... Просьба уложится в 10 минут, которая дается каждому из докладчиков. И первое слово я представляю Полякова Юрия Израильевича, Институт физиологии имени Павла. Продолжение следует... Мы хотим сказать о многом, но придется говорить об этом коротко. Итак, в отношении названия нашей темы. Нейрофизиологическая юрификация психических расстройств. Что имеется в виду? Фактически роль нейрофизиологии в такой дисциплине, как психиатрия, на сегодняшний день. Что делается? Главным образом будем рассказывать об исследованиях, которые проводились в Институте мозга в течение нескольких лет. Ну и кое-что еще добавим, то, что мы планируем сделать. Итак, актуальность проблемы. Значит, здесь коротко можно сказать, что те процессы, которые сейчас есть в психиатрии, они до сих пор остаются на уровне, уж извините меня, но хочется сказать 19 века. То есть тогда, когда клинические вещи были во многом описаны и описывались постоянно, но только этими клиническими признаками мы пользуемся для того, чтобы сделать диагнозы, ну, как бы объективным. Потому что других способов объективизации в психиатрии практически нет. И вот эта задача о том, чтобы быть объективным при диагностике психических расстройств, она стоит постоянно. Значит, цель работы в данном случае – исследовать возможные физиологические основы диагностики некоторых психических расстройств. Задача исследования, говорю коротко, поэтому дочитывайте, если успеете, изучить характерные особенности вызванных потенциалов и их независимых компонентов при различных психических расстройствах, которые здесь приведены к шизофридии, депрессии, абсцессивно-компульсивным расстройствам и даже наркоманию. Мы эти группы сравнивали с группами здоровых, и в этом была задача. Дальше другие задачи, характерные особенности вызванных потенциалов и независимых компонентов когнитивных этих вызванных потенциалов внутри каждой нозологической группы. Ну, здесь удается меньше, я об этом, наверное, скажу. Определить роль исследования когнитивных вызванных потенциалов с помощью метода анализа независимых компонентов комплексной диагностики отдельных расстройств психических, по остальным мы еще работ практически не проводили, и определить роль современных физиологических подходов в диагностике этих самых расстройств. Гипотеза какая? Вот то, что выделено, оно, пожалуй, самое главное. Физиологическое кортирование психических расстройств с помощью новых методов обработки электрической активности мозга. О новых методах я говорить, естественно, не буду, потому что это специфические методы, математические в основном. И я, как врач, вообще пользовался фактически тем, что давала математическая парадигма. И благодаря использованию этих методов мы могли бы выделить новые корреляты тех самых расстройств, о которых идет речь. Далее. Ну, совсем коротко о методе вызванных потенциалов. Было показано, что вызванные потенциалы могут отражать когнитивные функции до нас. И в ходе дальнейших исследований выделился отдельный класс вызванных потенциалов, так называемые когнитивные вызванные потенциалы, или, как и сейчас мы называем, потенциалы, связанные с событием, возникающие в ситуации, когда требуется активная реакция на предъявление стимулов. Про дигму ГОУ-НОУГОУ я, наверное, на ней останавливаться не буду. Надеюсь, что здесь физиологически все достаточно подководы. Но суть здесь отражена. Это равномерное случайное предъявление двух категорий стимулов, на один из которых больной должен, или исследуемый должен действовать. Это стимул ГОУ. И испытуемый не должен реагировать, если этот стимул не соответствует данной задаче. Предполагается, что дисфункция указанной системы ведет к поломке механизмов выделения и подавления программ действия из долгосрочной матрицы памяти. И сравнивается это с текущей ситуацией, и выражается в изменении параметров, вызванных потенциалов в указанном месте. В особенности при исследовании поздних компонентов позитивных P300. Обычная схема ГОУ-НОУ-ГОУ парадигмы, когда мы предъявляем больному сначала, например, животное-животное, то есть он реагирует нажатием кнопки на это предъявление. Второе предъявление дается, это и есть второе предъявление, и второе предъявление, либо оно совпадает с первым, либо не совпадает, либо появляется дополнительный неожиданный стимул. Это обычная компонента. Временные характеристики, вот они здесь указаны, я на них готов, не останавливаются. Вы их видите, они стандартных достаточно. Далее, значит, когнитивные вызванные потенциалы генерируются отдельными источниками. Они расположены в различных областях коры мозга и имеют разную временную динамику. Вот графически это выглядит примерно так. Дальше регистрация ЭГЭС, совсем уже не буду останавливаться, потому что она идет по стандартной программе вот с этими параметрами. Далее мы видим, что если мы попытаемся, как сейчас позволяет математика, когнитивные вызванные потенциалы в ГОУ на углом тесте на независимые компоненты, то получается вот то, что здесь отражено. Независимые компоненты выделяются в результате разложения, как я сказал, и компоненты имеют различную топографию и различную временную динамику. Дальше вот те вызванные, те выделенные независимые компоненты вызванные потенциалом их топографическое распределение, то, что появилось у нас. Естественно, мы пользуемся программой математической Лоретто, С-Лоретто, в данном случае С-Лоретто, и можем видеть в объемном выражении те места, где компоненты, разные компоненты в той или иной мере вовлекаются в процесс. Объект исследования. У нас было исследовано 208 человек с 18-39 лет, от 40 до 70-157. Ну, и в этих больных 70 больных с диагнозом шизофрения. Группа пациентов с депрессивным синдромом 20 человек, к сожалению, группы здесь небольшие, но они все-таки были, поэтому нельзя никуда уйти. И больных, 17 больных, страдающих с ассоциальным конкульсивным расстройством. Здесь я не упоминаю еще и то, просто недостатком времени, возможности подробно все объяснить, что мы еще исследовали и больных, страдающих наркоманией, и тоже получили соответствующие результаты. Но об этом подробнее сегодня говорить, наверное, не придется. Вот сравнительные результаты исследования по группам. Здесь будут приведены только, я их просто покажу, как это выглядит, и постараюсь перейти к тому, что мы в этом увидели сами. Итак, нейрофизиологический маркер шизофрении. Вот здесь справа четко написано, сравнение волн вызванных потенциалов показало нарушение процесса вовлечения, подавления, мониторинга действий и изменения реакции на новый стимул. И зоны, в которых это мы могли видеть. Это отражалось в уменьшении амплитуды этих волн по сравнению с группой здоровых испытуемых. Далее, это речь о шизофрении пока. Далее, нейрофизиологические маркеры шизофрении. И мы вот увидели, что амплитуда позитивных полуволн в поле по Бродмун-25 компоненты мониторинга и пятое поле по Бродмуну, компоненты вовлечения в действии группе пациентов, страдающих шизофренией, меньше, чем в группе здоровых испытуемых. Здесь больше и меньше, они как бы становятся принципиальными. Далее, мы посмотрели от больных с депрессией. И вот здесь, то, что написано справа, вы видите, в чем эти результаты появились. И мы посмотрели компоненты подавления действий на реакцию на новизну тоже. И тут увидели разницу, то, что написано справа. Два компонента ВПВ для разной категории стимулы связаны с разными процессами. Подавление действия на второй стимул в пробе нового угола и вторая реакция на новую стимулу. Это был звук в пробе нового. Тем не менее, топографии этих компонентов практически одинаковы и генерируются в одних и тех же областях коры. Амплитуда этих компонентов достоверно снижена во всех группах больных. Я потом расскажу, о чем все это может говорить для нас. Теменной компонент вот отдельно тут выделен. Значит, здесь амплитуда компонента значительно снижена у больных шизофренией, а в группе больных абсессивно-компульсивным расстройством его амплитуды от нормы не отличаются. Сейчас буду объяснять, почему это важно. Компонент мониторинга, амплитуда компонента, связанного с мониторингом результатов действия, была снижена в группе больных шизофренией и не изменена у больных УКР. Это только отдельные результаты. Это не систематизированные до конца результаты, потому что их довольно много, и сделать это прямо сейчас здесь не удается. Но что важно здесь посмотреть? На этих горизонтальных строках мы видим, это результаты по шизофреническому процессу, это результаты по депрессивному процессу, и это результаты по абсессивно-компульсивным заболеваниям. Так вот, эти три строчки, они друг от друга отличаются. И хотя это пока исследование групповое, а не индивидуальное, мы можем, если мы проведем такое исследование у больных какой-то патологии, то, скорее всего, у больных, если это был больной шизофренией, то мы увидим такую конфигурацию, если это был больной депрессией, такую, если абсессивно-компульсивным расстройством, то другая комбинация. Вот это принципиально важно для клиники, потому что подтвердить, это, конечно, не сейчас, это надо продолжать исследовать, надо еще посмотреть не только групповой эффект, но и индивидуальный, но это становится крайне важным, когда мы хотим объективизировать диагноз, если мы это до конца подтвердим, что в конце концов должно быть, но так надо все-таки сделать, прежде чем говорить. Дальше. Вот заключение я, наверное, как у меня со временем, я подробно зачитывать не буду. Вот я думаю, что я в процессе разговора в основном сказал. Вот это зависит от того, насколько мы с вами можем отличить теперь подобные расстройства при депрессии, жизофрении, абсессивно-компульсивном расстройстве. Это все по заключению. И, наконец, я хочу сказать, что вот эта часть работы нашей, я на этом закончу, потому что у меня надо уложиться. Я хочу сказать, что мы сейчас работаем по аппаратно-программному комплексу. Это тоже физиологический комплекс для того, чтобы мы могли его применить и объективизировать наши результаты при работе с больными с психическими расстройствами. Вот этот аппаратно-программный комплекс, он состоит из диагностического звена, терапевтического звена и системы полуавтоматического наведения транскраниальных магнитных стимуляций. То есть здесь и лечебный процесс на физиологической базе может быть использован. Значит, дальше. Диагностические возможности аппаратного комплекса позволяют выявить нарушения памяти, внимания, кстати, не только у больных с психическими расстройствами выраженными, но и у испытуемых, которые нам надо просто исследовать для каких-то целей. Так, позволяет проводить экспресс-диагностику когнитивных нарушений, осуществлять контроль качества терапии пациентов с когнитивными нарушениями. Это тоже для нас важно, потому что подтвердить, насколько мы успешно лечим больных, нам тоже в объективном плане пока нечем. Обычная энцефалограмма, обычные вызванные потенциалы. Пока такой возможности не дают. И, наконец, есть еще и терапевтические возможности, что хочется здесь упомянуть у этого комплекса. Он позволяет проводить лечение умеренно когнитивных нарушений, пока так, мы можем только говорить, и спектр заболеваний психиатрического профиля. Опять же, депрессия, тревожные расстройства, активно-компульсивные расстройства. Вот здесь все это указывает, посттравматическое, аддиктивные расстройства. То есть почти все расстройства, которые мы встречаем в психиатрической практике, он может принять участие, этот комплекс, в их коррекции. И, наконец, это его просто схема. Можете посмотреть, как выглядит такой коэволюционирующий гибридный интеллект, который мы используем фактически при работе с разными частями этого аппаратного комплекса, учитываем разные части. И таким образом, если делать заключение, мы можем понять, насколько важно и приспособлена сейчас физиологическая наука для того, чтобы помочь в объективизации таких сложных вещей, как душевная деятельность. Что такое душевная деятельность, никто не знает. Все считают традиционно, что это результат работы мозга. Может быть и так, по крайней мере, мы из этого исходим. Но если появятся объективные параметры того, что мы можем соотносить с изменением душевной деятельности, они появятся, материализуются, как бы и появятся в электрофизиологических результатах, причем достоверно, это было бы очень важно. Поэтому мы намерены такую работу продолжать. Спасибо за внимание. Спасибо. У нас есть две минуты. Пожалуйста, один вопрос. Никто не отваживается. Все, спасибо большое. Спасибо.